Глава седьмая Глава седьмая Земля щедро одаривала всевозможными плодами. По величине, красоте и пропорциям допотопные деревья намного превосходили своей величавостью сегодняшние. Их твердая древесина, состоящая из тончайших волокон и напоминающая своей упругостью камень, отличалась долговечностью. Всюду можно было в преизбытке встретить золото, серебро, драгоценные камни. Человеческий род также сохранял еще свою первоначальную силу. Уже несколько поколений сменилось с тех пор, как Адам приблизился к дереву жизни. Но продолжительность земного существования человека все еще исчислялась столетиями. Если бы эти долговечные люди с их редкостной энергией и изобретательностью посвятили себя служению Богу, тогда они прославили бы своего Творца по всей земле, воплощая своей жизнью тот план Божий, для осуществления которого Он и дал им жизнь. Но они не сделали этого. В то время жили исполины, мужи выдающегося телосложений силы, славящиеся мудростью и искусством в изобретении различных вещей, поражающих своей сложностью. Однако их вина, заключавшаяся в равнодушном отношении к умножающемуся беззаконию, была так же велика, как и их навыки и умственные способности. Бог одарил жителей допотопного мира многочисленными и богатыми дарами, но они употребляли их для собственного прославления. Его благословение они превратили в проклятие, возлюбив больше дары, чем того, кто их дарил. Они использовали золото, серебро, драгоценные камни, ценное дерево для украшения своих жилищ, стремясь при этом превзойти друг друга в искусстве и мастерстве. Стремясь только к тому, чтобы удовлетворить свою гордыню, они упивались наслаждениями, им стала присуща испорченность. Превознесясь в своих познаниях, люди не воздавали должного Богу, а напротив, скоро начали отрицать его существование. Они преклонялись перед природой вместо того, чтобы поклоняться Творцу природы. Они прославляли человеческую гениальность, служили делам рук своих и учили детей поклоняться изваяниям. На зеленеющих полях и под тенью величественных деревьев они воздвигали алтари своим идолам. Большие вечно зеленые рощи предназначались для поклонения лже-богам. К этим рощам примыкали прекрасные сады с извилистыми аллеями, украшенными статуями, над которыми свисали ветви всевозможных плодовых деревьев. Здесь было все, что только могло усладить взоры, возбудить чувственные желания людей, побуждая их к идолопоклонству. Люди оставили Бога, поклонялись вымышленным богам и в результате опускались все ниже и ниже. Псалмопевец так описывает влияние идолопоклонства на его приверженцев. «Подобно им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них» Псалом 113, 16 стих. «Созерцая, мы начинаем изменяться. Это закон человеческого ума. Человек не может подняться выше своего понимания истины, чистоты и святости. Если разум никогда не поднимается выше человеческого уровня и верой не возносится к созерцанию бесконечной мудрости и любви, человек деградирует. Идолопоклонники наделили своих богов человеческими свойствами и страстями, поэтому их нравственные нормы опустились до уровня грешного человека. Вследствие этого они растлились. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. Бог дал людям свои заповеди как руководство в жизни, но они нарушили его закон, и результатом этого стали всевозможные грехи. Нечестие людей стало открытым и дерзким, справедливость была попрана, и вопли притесняемых доносились до неба. Почти с самого начала, вопреки божественному повелению, установилось многоженство. Бог дал Адаму одну жену, выражая тем самым свою волю в этом вопросе. Но после грехопадения люди поступали по влечению своего порочного сердца, и в результате преступления и страдания быстро увеличивались. Люди не уважали ни брачных уз, ни права собственности. Если кому-либо нравилась жена или имущество ближнего, он силой завладевал этим, да еще и гордился своими злодеяниями. Люди находили удовольствие в убийстве животных и употреблении мяса в пищу. Это сделало их еще более жестокими и кровожадными, так что человеческая жизнь утратила в их глазах всякую ценность. Мир был молод, как новорожденное дитя. Но беззаконие столь глубоко распространилось, что Бог не желал больше терпеть этого и решил. «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Господь сказал, что не всегда его дух будет пренебрегаем виновным родом человеческим. И если люди не перестанут осквернять землю и ее богатые сокровища своими грехами, то он сотрет их с лица земли и уничтожит все, чем он с такой любовью благословлял их. Он истребит животных на полях и весь растительный мир, дающий такой обилие пищи, и превратит прекрасную землю в бескрайнюю пустыню, где останутся только руины. Среди господствующего растления Мафусал, Ной и многие другие всеми силами старались сохранить в народе познание об истинном Боге и приостановить поток морального разложения. За 120 лет до потопа, через святого ангела, Бог сообщил Ною о своем намерении и повелел ему строить ковчег. Возводя ковчег, Ной должен был проповедовать о том, что Бог изольет воды потопа на землю для уничтожения нечестивых. Те, кто поверит этой святой вести, кто раскается и изменит свою жизнь, будут прощены и спасены. Енох передал своим детям то, что Бог открыл ему о потопе, и Мафусал и его сыновья слышали проповедь Ноя и помогали ему в постройке ковчега. Бог указал Ною точные размеры ковчега и подробности его возведения. Человеческой мудрости не под силу было спроектировать такое мощное и прочное сооружение. Его зодчим был сам Господь, а строителем – Ной. По внешнему виду ковчег напоминал корпус корабля, приспособленного для плавания. Но в других отношениях он больше походил на дом. Он состоял из трех ярусов. Единственная дверь была расположена сбоку. Все отделения ковчега были устроены так, чтобы их освещал падающий сверху свет. На постройку ковчега употреблялось кипарисовое дерево, то есть дерево гофер, которое не разрушалось в течение долгих столетий. Возведение этого гигантского сооружения требовало времени и большой затраты труда. Заготовить доски из весьма высоких деревьев, обладающих очень твердой древесиной, было куда сложнее, чем в наши дни, несмотря на значительное превосходство физической силы, которой тогда обладали люди. Все, на что только способен человеческий разум, было отдано этой великой работе, дабы она оказалась безупречной. Но все же ковчег не выдержал бы предстоящего разгула стихии. Только один бог мог защитить своих рабов среди бушующих вод. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Предостерегая мир о грозящей опасности, Ной своим трудом подтверждал искренность своего сердца. Таким путем его вера возрастала и становилась очевидной людям. Он был примером для окружающих, потому что верил в то, о чем говорил бог. Все свое имущество Ной вложил в постройку ковчега. Когда он начал строить на сухой земле этот огромный корабль, из разных мест приходили люди, чтобы подивиться странному зрелищу и послушать убежденную, вдохновенную речь проповедника-одиночки. Каждый удар молотка, раздававшийся при постройке ковчега, служил свидетельством для народа. Вначале казалось, что многие приняли весть предостережения. Но все же они не искренне раскаялись пред богом. Они не собирались оставлять свои грехи. В течение всего времени, оставшегося до начала потопа, их вера подвергалась испытанию. Но они не выдержали его. Побежденные господствующим неверием, они в конце концов вернулись к своим прежним друзьям, отвергая грозное предостережение. Некоторые были твердо убеждены, что предостережение сбудется. Но окруженные глумящимися насмешниками, они разделили их настроение, отвергая милосердный зов, и вскоре превратились в самых дерзких отъявленных ругателей. Ибо никто не заходит в грехе столь далеко и не опускается так низко, как те, кто некогда был озарен светом, но потом воспротивился обличающему голосу Духа Божьего. Не все жители допотопного мира были идолопоклонниками в полном смысле этого слова. Многие считали себя верующими в Бога. Они утверждали, что их идолы являются лишь символом божества, с помощью которого люди получают более ясное представление о божественном существе. Эти люди первыми отвергли проповедь Ноя. В то время как они пытались зримо представить Бога, их ослепленный разум не видел могущества и силы Божьей. Они перестали понимать его святость, неприкосновенность и незыблемость его требований. По мере того, как умнажался грех, он казался им все менее преступным, и в конце концов они стали утверждать, что закон Божий утратил всякую силу, что наказание за грех противоречит характеру Господа. Они также отрицали возможность того, что суды Божьи посетят землю. Если бы люди того времени повиновались божественному закону, они узнали бы голос Господа, предостерегавшего их через своего слугу. Но, отвергнув свет, они настолько ослепли, что искренне считали весть Ноя заблуждением. Большинство людей не были на стороне правды. Весь мир ополчился против Божьей справедливости и его законов. А на Ноя смотрели, как на фанатика. Когда сатана искушал Еву не повиноваться Богу, он говорил «Нет, не умрете». Книга Бытия, 3 глава, 4 стих. Великие прославленные мудрецы повторяли то же самое. «Угрозы Божьи, — говорили они, — даны только для того, чтобы напугать нас. Но они никогда не исполнятся. Не стоит беспокоиться. Такого события, как уничтожение мира Богом, который создал его, и наказание этим существ, сотворенных им, не произойдет никогда. Будьте спокойны, не бойтесь. Ной — просто необузданный фанатик». Мир потешался над безумием старика. Вместо того, чтобы смириться пред Богом, люди продолжали упорствовать в своем непослушании и нечестии, как если бы Господь не предупреждал их устами своего слуги. Но Ной стоял подобно скале среди бури. Окруженный всеобщим презрением и насмешками, он выделялся незапятнанной чистотой, святой непорочностью и непоколебимой верностью. Его слова звучали весомо, ведь устами своего раба говорил Господь. Связь с Богом сделала Ноя бесконечно сильным, так что в течение 120 лет раздавался его торжественный голос, проповедовавший о тех событиях, которые с человеческой точки зрения казались невозможными. Люди до потопного мира исходили из того, что на протяжении столетий законы природы оставались неизменны. Времена года сменяли друг друга в определенной последовательности. Поскольку никогда не выпадало дождей, земля орошалась росой. Реки никогда не выходили с берегов, но мирно катили свои воды в море, покорные незыблемым законам. Но эти мыслители не признали руки того, кто, останавливая воды, сказал «Доселе дойдешь и не перейдешь». Книга Иова, 38 глава, 11 стих. Так как время шло, а видимых изменений в природе не наблюдалось, те, в чьи сердца иногда и вкрадывался страх, успокоились. Они рассуждали так, как и многие в наши дни. Мол, природа выше Бога, и ее законы так прочно утверждены, что сам Господь не в состоянии изменить их. Они рассуждали, что если Ной прав, то природа должна развиваться по другим законам, а это, по их мнению, было невозможно. Исходя из этого, они заявили, что это весь обман и величайшее заблуждение. Презрение к предостережению Божьему обнаружилось в том, что люди продолжали поступать так же, как и раньше. Они продолжали развлекаться, устраивая пиры, на которых предавались различного рода излишествам. Ели, пили, сеяли, строили, намечали различные выгодные сделки, которые в будущем принесли бы им немало прибыли. Так они продолжали все глубже погружаться в нечестие, дерзко отвергая Божьи требования и свидетельствуя тем самым о том, что не имели страха перед Всевышним. Они ссылались на то, что если бы в словах Ноя была бы хоть доля истины, то мужи, известные своей мудростью, сумели бы в этом разобраться. Если бы жители допотопного мира поверили в вести предостережения и раскаялись в своих злых поступках, Бог отворотил бы тогда свой гнев, как он впоследствии поступил с Неневией. Но, упорно сопротивляясь голосу совести и предостережениям, посланным для них через пророка Божьего, они наполнили чашу беззакония, и участь их была решена. Время благодати для них приближалось к концу. Ной преданно выполнил все, что Господь поручил ему. Ковчег был закончен и сделан так, как повелел Господь. Для людей и животных было запасено вдоволь пищи. И теперь слуга Божий в последний раз обратился с серьезным призывом к народу. Со страстностью, которую невозможно описать словами, он умолял их искать убежище, пока еще есть такая возможность, но в ответ слышались только насмешки и глумления. Вдруг издевающаяся толпа смолкла. Разные животные, и самые свирепые, и самые безобидные, спускались с гор, покидали лес, медленно направляясь к ковчегу. Затем раздался словно шум ветра, то слетались со всех сторон птицы. Их было так много, что небо почернело. Но порядок царил безукоризненный. Устремляясь к ковчегу, животные повиновались по велению Божьему, в то время как люди упорствовали в своем непослушании. Ведомые святыми ангелами, они вошли к Ною в ковчег, по паре мужеского, пола и женского, а чистые животные по семь пар. Люди с удивлением, а некоторые даже со страхом, наблюдали за всем происходящим. Никто из ученых не мог дать никакого объяснения такому необычайному поведению животных. Это была тайна, которую они не в силах были разгадать. Но сердца людей настолько ожесточились, отвергая свет, что даже и это зрелище не произвело на них глубокого впечатления. Когда обреченные люди смотрели на солнце, сияющее над ними в своей славе, и на землю, одетую почти едемской красотой, они подавляли растущий страх неистовым весельем и насилием, словно нарочно вызывая на себя уже готовые злиться гнев Божий. Бог повелел Ною, «Войди ты, и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Мир пренебрег предостережениями Ноя, но его пример послужил благословением для его семьи. За верность и преданность Бог вместе с ним спас всю его семью. Какая награда родительской верности! Время благодати для грешного рода окончилось. Полевые животные и птицы небесные укрылись в убежище. Ной и все его домочадцы вошли в ковчег, и Господь затворил за ними дверь. Вспышка ослепительного света озарила небо. И облако славы, намного ярче молнии, опустилось с неба и остановилось возле входа в ковчег. Невидимые руки медленно затворили массивную дверь, что было не под силу находящимся внутри, но и оказался в ковчеге. А те, кто пренебрег Божьим милосердием, вне его. Печать неба покоилась на двери, которую закрыл Бог, и только Он один мог отворить ее. Точно так же будет закрыта дверь благодати, когда Христос завершит свое ходатайство за виновный род перед вторым своим пришествием на облаках небесных. Тогда божественная милость не будет уже больше удерживать нечестивых, и сатана приобретет полную власть над теми, кто отверг благодать Божью. Тогда они попытаются уничтожить народ Божий, но, подобно тому, как Ной был укрыт в ковчеге, так и праведники будут защищены божественной силой. В течение семи дней после того, как Ной и его семья вошли в ковчег, не было, казалось, ни малейшего признака надвигающейся бури. На протяжении всего этого времени испытывалась их вера. Это было время торжества для внешнего мира. Кажущееся промедление еще больше укрепило уверенность нечестивых в том, что весть, переданная им Ноем, ошибочна, и что потопа никогда не произойдет. Невзирая на необычайное явление, невзирая на то, что они воочию видели, как животные и птицы входили в ковчег, как ангел Божий закрыл дверь, они продолжали развлекаться, веселиться, позволяя себе даже шутить над этими очевидными доказательствами могущества Божьего. Толпы черни окружали ковчег и с неслыханной прежде жестокостью высмеивали его обитателей. Но на восьмой день темные облака завлакли небо. Послышались раскаты грома и сверкнула молния. Вскоре упали первые тяжелые капли дождя. Люди никогда раньше не видели ничего подобного, и теперь страх овладел всеми. Они в полголоса спрашивали друг друга, неужели Ной был прав, и весь мир обречен на погибель? Все мрачнее и мрачнее становилось небо, и все усиливался дождь. Отовсюду слышался рев животных, мечущихся в диком ужасе. Своими отчаянными воплями они, казалось, оплакивали и собственную участь, и судьбу человека. Тогда разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные оттворились. Словно мощные водопады обрушились на землю. Реки вышли из берегов и затопили равнины. С невиданной силой из недр земли вырвались мощные струи воды, выбрасывая на сотни футов вверх огромные каменные глыбы, которые, падая, образовывали глубокие воронки. Впервые люди видели, как рушатся произведения их рук. Роскошные дворцы, прекрасные сады и рощи, в которых находились их идолы, были уничтожены небесной молнией. Все превратилось в руины. Жертвенники, на которых люди приносили жертвы, были разрушены, и, молящиеся, трепеща от силы и могущества живого Бога, поняли, что это бедствие – результат их развращенности и идолопоклонства. Все яростнее бушевала буря, она разметала во все стороны дома, деревья, скалы и глыбы земли. Невозможно описать ужас людей и животных. Среди рева разыгравшейся стихии слышались вопли людей, презиравших власть Божью. Даже сатана, который был вынужден оставаться среди стихии, опасался за собственную жизнь. Он наслаждался своей могущественной властью над человеческим родом и страстно желал, чтобы люди жили, продолжая утопать в мерзостях и бросать вызов властелину неба. Он проклинал теперь Бога, обвиняя Его в несправедливости и жестокости. Многие люди, подобно сатане, хулили Бога и, если бы могли, свергли бы Его с престола силы и славы. Другие, обезумев от страха, простирали к ковчегу руки и умоляли впустить их. Но их мольбы были напрасны. Наконец-то совесть их пробудилась, и они познали Бога, Владыку Вселенной. Они горячо умоляли Его, но Он не желал слушать их. В тот ужасный час они поняли, что к погибели их привело нарушение закона Божьего. Но, несмотря на то, что страх перед наказанием вынудил их осознать свои преступления, они не испытывали истинного сокрушения или отвращения козлу. И если бы наказание было отменено, они снова восстали бы против Бога. Так будет и перед уничтожением мира огнем, когда суды Божьи обрушатся на землю. Нераскаившиеся грешники поймут, в чем состоит их грех, в пренебрежении к его святому закону. Но их раскаяние будет неискреннее, чем обращение беззаконников древнего мира. Некоторые в отчаянии старались силой вломиться в ковчег, но благодаря прочности дерева их попытки оставались тщетными. Другие цеплялись за ковчег, но были смыты огромными волнами, несущими обломки деревьев и скал. Когда безжалостные ветер и волны швыряли ковчег из стороны в сторону, он весь содрогался. При этом изнутри доносился рев животных, исполненных страх и боли. Но ковчег продолжал в полной безопасности плыть среди бушующей стихии. Могущественным ангелам было повелено охранять его. Испуганные бури животные бросались к людям, как бы ища у них помощи. Некоторые люди привязывали себя и своих детей к сильным животным, надеясь, что те, спасаясь от воды на неприступных горах, вынесут и их. Некоторые привязывали себя к стволам огромных деревьев, растущих на вершинах холмов и гор. Но вырванные с корнем, они обрушивались в бушующие черные волны вместе с людьми. Места, обещавшие спасение, исчезали одно за другим. Когда вода стала подниматься все выше и выше, люди пытались найти себе убежище на самых высоких горах. Часто между человеком и животным завязывалась борьба за ничтожный клочок земли, пока, наконец, набежавшие волны не уносили обоих. С высочайших вершин гор люди смотрели на безбрежный океан. Теперь серьезные предостережения слуги Божьего им больше не казались смешными и ничтожными. Как страстно желали обреченные на гибель грешники вернуть те упущенные возможности. Как они просили продлить хотя бы на час их испытательный срок. Если бы еще один миг благодати, еще одно слово из уст Ноя. Но больше так и не услышали нежного голоса милости. Любовь, не меньшая, чем справедливость, требовала, чтобы суды Божьи положили конец греху. Воды мщения заливали последние места убежищ, и люди, презревшие Бога, погибали в мрачной пучине. Словом Божиим, тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, третья глава, стихи с пятого по седьмой. Но приближается вторая буря. Земля снова будет очищена опустошительным гневом Божьим, и грех и грешники погибнут. Грехи, вызвавшие гнев Божий на допотопный мир, существуют и в наши дни. Страх Господень изгнан из сердца, и к закону Божьему относятся с равнодушием и презрением. В своей сильной привязанности ко всему мирскому современное поколение уподобляется допотопным жителям. Христос говорит, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, двадцать четвертая глава, тридцать восьмой и тридцать девятой стихи. Бог осудил людей до потопного мира не за то, что они ели и пили. В большом изобилии Он наделил их плодами земли для удовлетворения насущных потребностей. Их грех заключался в том, что они употребляли те дары, не испытывая благодарности к подателю, и унижали свое достоинство тем, что безудержно предавались объедению. Замыслом Божьим были предусмотрены брачные отношения. Брак стал одним из самых первых учреждений Божьих. Господь дал специальные указания относительно этого святого установления, облегшие его святостью и красотой. Но эти указания оказались забыты. Истинное назначение брака было извращено, и он стал служить только удовлетворению страстей. Подобное положение наблюдается и сегодня. Законные сами по себе вещи доводятся до крайности. Потворство аппетиту не знает границ. Так называемые последователи Христа едят и пьют с пьяницами, в то время как их имена внесены в почетные церковные книги. Неумеренность притупляет нравственные и духовные силы и открывает путь к удовлетворению низменных страстей. Тысячи людей не чувствуют моральной ответственности за то, чтобы сдерживать свои чувственные желания, и таким образом становятся рабами похоти. Люди живут лишь для чувственных наслаждений, исключительно ради этого мира и только ради этой жизни. Неумеренность присуща всем слоям общества. Порядочность приносится в жертву роскоши и всему показному. Спешащие обогащаться извращают справедливость и угнетают бедного. Рабы и души человеческие все еще продаются и покупаются. Обман, взяточничество и воровство продолжают безнаказанно господствовать как в верхах, так и в низах. Газеты пестрят сообщениями об убийствах и преступлениях, совершенных так хладнокровно и беспричинно, что, кажется, исчезло всякое чувство человечности. Эти зверства стали таким обыденным явлением, что больше уже не вызывают ни толков, ни удивления. Дух анархии охватил все нации, и вспыхивающие время от времени очаги войны, наводящие ужас и потрясающий мир — это проявление накопившегося огня страстей и беззакония, которые в случае снятия соответствующих ограничений наполнили бы мир горем и опустошением. Состояние допотопного мира, точно и ясно отраженное на страницах Священного Писания, говорит о том положении, к которому стремительно идет и современный мир. Даже теперь, в нашем столетии, в так называемых христианских странах ежедневно совершаются такие позорные и страшные преступления, за которые были уничтожены грешники древнего мира. Перед потопом Бог послал Ноя предостеречь мир об угрожающей опасности и привести людей к покаянию. И в настоящее время, ввиду приближения второго пришествия Христа, Бог посылает своих слух, чтобы возвестить миру об этом великом событии. Тысячи людей нарушают закон Божий, а Он в Своем великом милосердии призывает их обратиться и исполнять Его святые повеления. И все, кто раскается перед Богом и через веру в Иисуса Христа оставят свои грехи, получат прощение. Но многие считают слишком большой жертвой для себя отказаться от своих грехов. Поскольку их жизнь не согласуется с чистыми принципами нравственного божественного правления, они отвергают Его предостережение и отрицают авторитет Его закона. Из всего огромного числа жителей допотопного мира только восемь душ поверили и повиновались Божьим словам, посланным через Ноя. На протяжении 120 лет проповедник праведности предостерегал мир о грядущей гибели, но его осмеяли и отвергли. Так будет и теперь. Прежде чем законодатель придет, чтобы наказать непокорных, нечестивым будет послано предостережение покаяться и снова стать преданными Богу. Прежде чем законодатель придет, чтобы наказать непокорных, нечестивым будет послано предостережение покаяться и снова стать преданными Богу, но для большинства эти предупреждения будут напрасными. Апостол Петр говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Второе послание Петра, 3 глава, 3 и 4 стихи. Не слышим ли мы сегодня эти же самые слова, которые повторяются не только явными безбожниками, но и раздаются с церковных кафедр в нашей стране? Нет никакого основания беспокоиться, восклицают они. Прежде чем придет Христос, должен обратиться весь мир, и праведность будет владычествовать тысячу лет. Мир, мир, все продолжает быть так же, как оно было от начала. Пусть никого не беспокоит то, что проповедуют эти паникеры. Но такое учение о тысячелетнем царстве противоречит учению Христа и его апостолов. Иисус задавал вопросы, полные глубокого значения. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. И, как мы видим, согласно его словам, состояние современного мира будет таким же, как и во дни Ноя. Павел предостерегает об умножающемся бесчестии и указывает на него как на признак приближающегося конца. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Апостол утверждает, что в последние дни наступят времена тяжкие. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. И дает нам потрясающий перчень грехов, которые будут присущи людям, имеющим вид благочестия. По мере того, как время их испытания близилось к концу, допотопные жители все больше предавались развлечениям и пиршествам. Влиятельные особы прилагали все усилия к тому, чтобы поглощенные весельем и удовольствиями люди остались равнодушными к вести последнего предостережения. Разве не ту же картину мы видим и в наши дни? В то время, когда слуги Божьи проповедуют о приближающемся конце, мир утопает в удовольствиях и развлечениях. Люди охвачены беспрерывным потоком увеселений и поэтому равнодушны к воле Божьей и к истине, которые только и в состоянии спасти мир от грядущей гибели. Во дни Ноя мудрецы утверждали, что уничтожить мир потопом невозможно. Так и в наши дни светила науки пытаются доказать, что мир не может быть уничтожен огнем, ибо это никак не согласуется с законами природы. Но бог природы, творец и властелин ее законов может использовать дела рук своих для осуществления собственных намерений. Когда великие и мудрые люди к общему удовольствию доказали якобы невозможность разрушения мира водой и опасения народа развеялись, когда пророческие слова Ноя сочли ошибкой, а на него самого смотрели как на фанатика, тогда настало время действовать Богу. Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и насмешники погибли в водах потопа. Со всей своей хвастливой наукой люди слишком поздно пришли к убеждению, что их мудрость безумие, что законодатель могущественнее законов природы, что всесильный не терпит недостатка в выборе средств для исполнения своих планов. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 17 глава, 26 стих. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Когда научные доказательства рассеют страх в сердцах народа перед судами Божьими, когда религиозные учители будут проповедовать о долгих столетиях мира и процветания, и мир будет поглощен своими делами и удовольствиями, будет сажать и строить, пировать и веселиться, отвергая Божье предостережение и издеваясь над его посланниками, тогда придет на них внезапно погибель, и они не избегнут ее. Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих.